Добрый вечер, дорогие подписчики стартап-хаба «Имагуру». Спасибо, что вы постоянно следите за нашими эфирами и здесь, в Фейсбуке, и на канале YouTube. И с недавнего времени мы присутствуем в Clubhouse. Сегодня этот эфир буду вести я, Таня Маринич, основатель и руководитель стартап-хаба «Имагуру», группы компаний «Билбис», акселератора «Техминск». Вы прекрасно знаете, что на этой неделе проходит мероприятие «Women IT Week». Это неделя событий для женщин-лидеров, предпринимательниц, креаторов, всех тем, кому важно развиваться как профессионал, расти и познавать новые сферы. И сегодня, конечно, мы продолжаем эту серию мероприятий как раз вот с очень, наверное, интересной и новой темой. Мы как раз здесь за кулисами, можно сказать, только начали обсуждать, что действительно впервые мы поднимаем тему женщин в бенчурных инвестициях. В принципе, женщин-инвесторов, наверное, впервые для нашей страны. Поэтому надеюсь, что сегодняшняя дискуссия будет очень интересной, по крайней мере, она такая, эта тема очень интересна для меня лично. Я думаю, что для моих собеседниц им есть что рассказать, потому что каждая из них успешна, как не просто начала карьеру как венчурный инвестор, но сделала успешную карьеру в этом. Поэтому я с большим удовольствием представляю вас сегодняшних гостей эфира и Магуру и гостей Women IT Week. Ольга Афанасьева, SEO, Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association. По-русски это, наверное, звучит как руководитель ассоциации венчурного и бизнеса, и бизнеса прямых инвестиций. Что-то вот, если я не ошибаюсь, так, Ольга, поправьте меня. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Рада быть здесь и поднимать эту действительно важную тему. Я надеюсь, что нам получится кого-то еще вдохновить для того, чтобы начать или развить свою карьеру в серии вечерных инвестиций. Абсолютно, да. И еще одна гостья Ая Перта, СФЮ и партнер фонда Ruby Life. Ая, добрый вечер, очень рада вас видеть, спасибо, что вы присоединились к нам. Очень приятно, спасибо большое за приглашение. Тоже надеюсь, что нам будет что обсудить. Да, вы знаете, на самом деле, тема интересная, как я сказала. И что интересно вообще, как начать, собственно, любому человеку. Сейчас пока без, наверное, скидок на то, кто это, да, без гендерного баланса или дезбаланса. Женщина это или мужчина. Но, в принципе, как все мы начинаем путь в венчурных инвестициях. Наверняка у каждого своя история. Я знаю, что очень многие женщины и мужчины, да, приходят в венчурные инвестиции, имея финансовый некий бэкграунд, работы в банках, в организациях, связанных с финансами. Приходят, может быть, из прямых инвестиций, да, все больше в венчурные инвестиции по-разному. Есть предприниматели успешные, да, которые совершают экзиты и после этого начинают инвестировать. Кто-то, может быть, учится этому, хотя действительно, если честно, очень сложно вообще в мире найти по-настоящему качественные программы, которые посвящены этой теме. Вот мой первый вопрос к вам. Каков ваш путь в мир венчурных инвестиций? Может быть, с Ольги начнем. Ольга, вам слово. Спасибо за вопрос. Я думаю, что, в принципе, вы основные возможные пути, как прийти в венчурный бизнес, собственно, и перечислили. То есть это, возможно, инновационное предпринимательство, да, то есть серийные предприниматели часто становятся, в какой-то момент своей карьеры переходят на сторону другую, да, становятся партнерами венчурных фондов или же бизнес-ангелами. Вот, наверное, второй путь, да, это, собственно, из бизнес-ангельских инвестиций переход в более институциональную сферу, становиться партнерами, подниматься в венчурный фонд, становиться управляющими партнерами и так далее. Возможно, это также финансовая сфера. Если говорить о себе, то, что я знаю лучше всего, то есть как я сюда пришла, как я здесь оказалась, в какой-то степени, наверное, случайно я до ассоциации в прошлой своей жизни занималась преподаванием. Я так вот иногда шучу, что отношение преподаватель и студент, вот это вот, да, вертикаль, и отношение между инвестором и стартапами, которые фондрейзят капитал, немножечко похоже, да, то есть если, допустим, студент не совсем добросовестный, то он хочет всеми правдами и неправдами, как-то замыли в глаза, немножечко там приукрасив, хочет получить оценку получше у преподавателя, то же самое со стартапами, да, перенося вот такую параллель. Если стартап, предприниматель не очень добросовестный, он пытается там как-то бичдек подкрасить, какие-то истории подрассказать, вот этот стори-теллинг включать, какую-то харизму, и вот таким образом, скажем так, обманным или не обманным путем не на может судить, получить инвестиции, да, при этом, если студент умный, классный, он там трясется, волнуется, пытается сделать все возможное для того, чтобы получить хорошую оценку у преподавателя. И здесь бы я, наверное, сравнила вот особенно с нашим регионом Центральной и Восточной Европы, когда такие сильные инженеры имеют классный продукт, да, развивают компанию, но они не совсем умеют как бы себя продавать, да, и вот они не могут получить эту, ну, оценку, назовем это так, вот эти вот инвестиции. Да, это я так немножко уже в другую сторону отошла, но, как говорится, венчурные пути, они могут быть неисповедимыми. И, собственно, да, после своей преподавательской деятельности я работала какое-то время на Варшавской фондовой бирже и узнала, что создается ассоциация для того, чтобы объединить инвесторов, которые интересуются Украиной, в частности, да, и там регионам в более широком смысле. И вот так получилось, что я здесь оказалась. Хотя не могу согласиться с тем, что, не могу не согласиться с тем, что в целом индустрия больше довольно такие маскулинные, да, то есть основной процент все-таки управляющих, партнеров и так далее, это мужчины. Спасибо большое, Ольга. Айя, как у вас, как вы подружились с венчурными инвестициями? Ну, опять-таки, мы перечислили все, что основные способы прихода в эту индустрию, и мой путь немножко отличается от Ольгиного. Мы вот так называемые entrepreneurs turned investors, то есть мы вот те самые предприниматели, которые занимались своим определенным делом и имели достаточно успешный выход. И таким образом, в принципе, мы и пришли в венчурные инвестиции, но хочу здесь добавить, что мы не создавали фонд, мы не поднимали фонд, мы начали инвестировать собственные деньги, потому что, конечно, как у предпринимателей, у нас был опыт работы с венчурными инвесторами достаточно, ну, не достаточно, а одними из самых крупных нам повезло. У нас в инвесторах был Tiger Global и DST, и как бы мы видели, как они работают, но, естественно, такого опыта и брать на себя риски управления такими фондами, мы все-таки как бы не решились. Но так как мы, будучи предпринимателями, развивали социальные сети, мы начали их развивать еще в преэпоху Facebook. У нас были успешные порталы в Прибалтике, мы были первыми инвесторами в Одноклассники и первыми техническими партнерами, и в Польше мы повторили вот тот же успех, который был у Одноклассников с их локальной социальной сетью нашей классы. И так как у нас был уже этот опыт, опыт развития подобных бизнесов, то мы поняли, что мы можем стать вот такими value-added инвесторами, то есть теми инвесторами, которые дают еще какую-то дополнительную ценность, помимо денег. Но это, в принципе, определило наш такой фокус. Мы очень избирательны в то, что мы инвестируем. Мы инвестируем в те проекты, в которых мы разбираемся сами, как бизнесмены. И, по сути дела, это, ну, как бы, сузило существенно круг наших инвестиций. Соответственно, в портфеле компании у нас немного, но тем самым мы контролируем собственные риски. То есть мы инвестируем исключительно в B2C, что сейчас большая редкость, и в такие сервисы, которые каким-то образом связаны с определенными комьюнити, да, то есть с большим количеством пользователей, которые общаются друг с другом или что-то создают, какой-то контент на этом сервисе и так далее. Вот. Интересно, вы знаете, я прямо вот слушаю вас, у меня так вот и вертится, хотя немножко не по теме, но хочется так спросить, что вы думаете о Clubhouse? Вот немножко с этим вопросом. Вы как опытный инвестор, да, в такого рода проекты, все-таки ваше мнение, наверное, будет очень ценно и для наших слушателей. Вы знаете, вы не поверите, но у нас внутренние ведутся дискуссии, потому что, конечно, так как мы инвесторы в этом, в этой сфере, а мы за Clubhouse наблюдаем уже достаточно давно. Они появились лично на моем радаре в Твиттере, когда куча классных инвесторов из Силиконовой долины начали рассказывать, как же здорово сидеть на Clubhouse, и как они зависают и не могут отвиснуть. Но, например, мои дети, которые там тинейджеры, говорят, что что за Clubhouse, мы давно на Дискорде, нам этот Clubhouse не нужен. То есть это такое... Это Дискорд для пенсионеров, такое ощущение, что... Ну, в общем-то, но феномен действительно есть. Феномен с точки зрения профессиональной, феномен оценки этого бизнеса на сегодняшний момент. И как бы интересно за этим понаблюдаться. Я предположу, что это будет какой-то нишевый проект. Интересно, Ая. Мой ребенок тоже тинейджер. Вот абсолютно дословно причем. Поэтому я его пригласила, сделала ему инвайт в Clubhouse, он так покорявился немножко, посмотрел, сказал, и убрал эту аппликейщенную из своего телефона вообще, этот ад. Очень интересно, да. Но на самом деле я согласна, что это, конечно, как любой новый проект, за ним интересно наблюдать, и все мы, конечно, можем ошибаться, разделяя или не разделяя скепсис определенный, или наоборот оптимизм, да, по поводу этой сети. Ну, окей, мы немножко ушли в сторону, я все-таки верну нас к теме нашей дискуссии. Вот Ольга сказала, что вообще мир венчурных инвестиций, он скорее мужской, Ольга. Вы, ну, действительно, если по статистике посмотреть, да, не знаю, вот буквально до нашей встречи погуглила цифры различных исследований, да, и на самом деле, если честно, удивилась, я думала, что ситуация немножко лучше, потому что в 60, по-моему, 5% фондов в мире только мужчины-партнеры. Это, ну, это такая близкая цифра к катастрофе, или, не знаю, или это действительно просто мужской мир, вот как Ольга сказала, и женщинам вход в этот мир закрыт. Ольга, что вы думаете все-таки? Как, это вообще справедливо, такая статистика, и такое реальное положение идти? Статистика точно несправедлива, но по поводу того, что мужчины думают, что женщина вход закрыт, меня как бы мало интересует, что вы думаете. Если мне туда надо, то мне туда надо, и я не буду их спрашивать. Если кому-то еще туда надо, я советую женщинам тоже не спрашивать, кто что думает в этом плане. Но шутки шутками, да, действительно, то есть проценты очень маленькие, и это напрямую, вот мы пока подсоединялись, так немножечко говорили с вашими коллегами относительно того, относительно того, что тема, возможно, новая, да, то есть вот женщины в бенчурном бизнесе, но она напрямую связана с темой, которую, насколько я понимаю, вы обсуждали до этого, то есть women in tech, да, женщины в технологии, собственно, как неделя, да, называется, поскольку очень большое влияние, да, согласно вот исследованиям, очень большое влияние на то, кто получает в итоге капитал, да, вот у фонда в процедуре фондрейзинга, влияет тот момент, собственно, кто задает вопросы, кто принимает решения, вот как инвестор, да. Есть известное исследование, которое было опубликовано в Harvard Business Review, возможно, это будет прописной истины, которые все читали, но не устаю его повторять, да, то есть исследование было проведено с двумя группами инвесторов, то есть по гендерному признаку и, соответственно, с такими же, ну, с мужчинами и женщинами, которые фондрейзят. И что интересно, что когда вопросы задают инвесторы женщинам, то спрашивают, почему вы считаете, что вы, ну, грубо говоря, достойны, да, этих инвестиций, что вам дают думать, ну, то есть это не в такой грубой манере, да, конечно, но вот все равно все вопросы сводятся как бы к ретроспективе, да, то есть почему вы считаете, что вы построите миллиардную какую-то компанию, да, почему вы построите новый, ну, клубхаус, да, сейчас можно это говорить, вот. Если же вопросы задают мужчинам, то они больше всего на, скажем так, на перспективу, да, то есть почему, не почему, а как вы видите себя там, грубо говоря, через пять лет, как вы будете строить это, то есть уже как бы нет сомнений о том, что они могут это сделать, то больше хочется деталей знать, почему и как именно они это сделают. И, соответственно, если вопрос задает как бы другой человек, да, то есть человек, который мыслит, ну, немножечко иначе, там, независимо, ну, зависимо, зависимо из каких-то таких базовых вещей, то есть, ну, очевидно, что у нас разная физиология, да, очевидно, что какие-то там моменты в жизни и процессы есть, там, допустим, у женщин, а у мужчин их нет, да, и, соответственно, то есть, ну, как бы это не связано там с образованием, это не связано с тем, кто открывает дверь, и надо ли поднимать сумки и потребовать 30 килограмм, это, ну, вот элементарно, элементарные физиологические развития, соответственно, это влияет на то, каким образом мы коммуницируем и какие решения мы принимаем, то есть, соответственно, это, как это, diversity, разнообразие вот гендерное, да, среди людей, которые принимают решения, влияет напрямую в высокой степени на то, какие же решения принимать, то есть, кому же эти деньги достаются. Понятно, что мы не говорим сейчас о том, что есть там какие-то фокусы фондов, есть сильные фаундеры, то есть, это все, конечно, это все в первую очередь, но этот момент, вот, который, казалось бы, знаете, как говорят, что если ты отклонишься на один градус, да, вылетая там, из Минска, то можно вместо Сан-Франциска прилететь в Нью-Йорк, да, вот то же самое, мы приходим к вот этим, сколько там, 2-3 процента женщин, партнеров всего в индустрии остается в итоге. Вот, я, наверное, заканчиваю говорить. Да, Ая, ваше мнение интересно по этому поводу. Вы знаете, оно у меня формировалось вот долгими годами, потому что инвестор я там уже около 9 лет, и, ну, лично я никогда не чувствовала никакой дискриминации, никакой там проблемы на собственной шкуре, но меня всегда очень сильно интересовало, почему этот вопрос все больше и больше поднимается, особенно на публичных площадках, на конференциях, организаторы конференции обязательно смотрят, чтобы распределение спикеров было, ну, не поровну, но чтобы женщины были представлены. Мне, как женщину-инвестора, это, конечно, только бонус, потому что у меня есть возможность, значит, рассказ про Рубилайт, меня приглашают, как женщину-инвестора, вот опять-таки. Но мне было интересно, потому что на собственной шкуре я это не испытала, и я как бы стала думать и участвовать в различных круглых столах с девушками, которые являются, ну, партнерами, например, в фондах западного мира, да, там, где развита вот эта индустрия венчурного капитализма, например, там, из Лондона, из Нью-Йорка, из Силиконовой долины. И мне вот казалось, что, может быть, это такие особенности и нам, наследникам постсоветской эпохи, в этом случае немножко легче, потому что, ну, все-таки мы выходцы из Советского Союза, где не было распределения вот такой стигматизации, что женщина должна сидеть дома, варить щи, там, и ухаживать за детьми, а мужчина работает. У нас все боролись с тунеядством, и всех, значит, заставляли работать, на зависимости от того, женщина ты или мужчина. Помимо этого, мы были все приверженцами феминистических каких-то идей, знали, Клару Цеткину и Розу Люксембург, отмечали 8 марта, которая вот на носу, и с удовольствием отмечали наши мужчины, мне кажется, у них один из любимейших праздников. Вот, соответственно, как бы вот такой заложенный в какие-то традиции стигматизации и представления о том, что вот, ну, это не женское дело, у нас вроде как не должно быть. Помимо этого, все-таки у нас был переход от плановой в рыночную экономику, и у нас все начиналось с белого листа, и, ну, тут, извините, я не дожировал, быть бы живым, тут как бы вроде бы надо развивать, в том числе и инвестиционную, да, индустрию, и неважно уже, это женщина или мужчина, главное, ну, какие у тебя есть такой бэкграунд, и что ты можешь показать как профессионал. Соответственно, и, например, в Латвии, да, было исследование в прошлом или позапрошлом, по-моему, году, у нас на менеджерских позициях, руководящих позициях, больше 50% женщин. И вот, как бы, смотря сейчас на новые венчурные фонды, которые возникают, у нас в Прибалтике, например, и в Европе, я вижу, что женщины очень хорошо представлены. То есть, ну, как бы, но, говоря с девушками из Силиконовой долины, из Нью-Йорка, из Лондона, я вижу, что это реальная проблема. И мне кажется, потому что у них все-таки было больше вот такое вот представление про то, что должна делать женщина, и вот этот вот фундаментальный бизнес, особенно там Волл-стрит, да, он, естественно, такой вот мужской. Вот такие традиции сложились. Ну, да, согласна. Ну, вот мне интересно услышать ваше мнение, потому что вот вы говорите, что в Беларуси вы такого не наблюдаете, хотя мое предположение было, что мы все вроде бы как из постсоветского пространства не должно быть у нас таких каких-то барьеров. Абсолютно. Я считаю, что все-таки в нашем регионе ментальный вот этот барьер, который касается, в принципе, наверное, любых проблем, связанных с гендером, он меньше, да. Я бы не сказала, что не существует, проблемы все-таки есть, но он меньше, да, в силу вот тех исторических причин, которые вы называли, безусловно. Это как, знаете, одна из моих собеседниц сказала, я не хотела бы быть сегодня мужчиной в Америке. Нет, извините, не мужчиной, а с гендерным белым мужчиной. Да, 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 да. Да, поэтому безусловно есть такой момент. Ну, вот, кстати, Ая, вы назвали очень интересную тему, тему распределения, да, такого искусственного. И мы, кстати, вот, когда я пила интервью на тему женщин в технологиях в крупных компаниях, IT-компаниях, технологических, обсуждали эту тему, ведь зачастую сейчас, вот, как раз в западном мире очень часто, вплоть до насаждения такого распределения не только на конференциях, кстати, но и в организациях, в том числе и в фондах, да, вот, и в, ну, вот, если касается бизнеса крупных, там, в совете директоров должно быть там не менее, там, не знаю, какого процента женщин. Как вот вы относитесь к этому? Ну, вы знаете, тут у меня тоже сформировалось свое мнение и совсем недавно, потому что, точнее, совсем недавно оно поменялось, потому что я считала, что это рыночные отношения, по сути дела, да, то есть, как бы, ты не должен что-то квотировать, ты не должен заставлять людей, ну, как бы, делать выбор, исходя из, например, того, что это представители миноритари, не знаю, как миноритис, как по-русски правильно будет сказать, меньшинств, меньшинств, да, по любому признаку, по-половому в том числе, но думая про это, я поняла, что невозможно повернуть вот это мышление людей, которое у нас уже выработалось, да, вот эти связи в мозгу, ты не можешь сделать так, чтобы мы начали думать иначе, если ты не начнешь насильно вводить вот такое квотирование, чтобы люди, которые принимали решение, были вынуждены принять это решение и потом увидеть, что это неправильные связи вот в мозгу, чтобы эти связи как-то нарушить. То есть, я сейчас даже смотрю на это с таким одобрением, можно сказать. Ольга, а ваше мнение по этому поводу, вот как вы считаете, в наших странах, где действительно, ну, вернее, во всех странах, мы уже сделали вывод, да, есть проблема с присутствием женщин в инвестициях, в венчурных инвестициях, справедливо было бы вот такое искусственное распределение, да, вот создаем фонд, у нас там 50% партнеров женщины, welcome. Если нет, то LPS, может быть, где-то подумают или это нереально? Я бы сравнила это, скажем так, эти законы, да, правила, эти требования со штрафами на дороге, наверное, да, то есть все говорят, что ой, без штрафов я буду соблюдать, при этом часто какие-то нарушения, да, там, я не знаю, превышение скорости, еще что-то такое, то есть пока штрафы большими не сделают за нарушение правил дорожного движения, до тех пор там смертность на дорогах будет на довольно высоком уровне, так и здесь, пока, можно долго говорить, да, мое, ну, в кавычках, любимое объяснение мужчин это то, что, так а где же женщин взять, их же нет вот на руководящие позиции, вы нам покажите, мы-то рады выбрать, их просто нет, ну, так если же их, как бы, им не давать шанс, да, то есть, возможно, за, допустим, не сильно высокой самоуверенностью, как у многих мужчин, опять-таки, они тоже все разные, мы все люди, мы все разные, нельзя там какие-то шаблоны загонять, то, возможно, если вот эту какую-то одну или там две женщины, несколько женщин с более низкой, возможно, уверенностью в себе, дать ей шанс стать, ну, в какой-то, в каком-то борде, да, или дать ей какую-то возможность занять позицию в более высокую, ну, позицию принятия решений, тогда они и появятся, да, потому что там за одной женщиной всегда, ну, полк, полк других женщин, которые ее поддерживают, ну, и вообще поддерживают людей, то есть я не хочу говорить о том, что вот женщины должны только быть женщинами, это абсолютно не моя философия, моя философия в том, что в разнообразии, да, вот как раз и есть вот это истинное разнообразие, она в обе стороны. Я не скажу, что да, вот, а я заметила, у меня не было такого в жизни, да, что как бы меня там как-то дискриминировали на почве моей гендерной принадлежности, скажем так, да, ну, возникали некоторые ситуации, когда я вот наблюдаю, да, и смотрю, что, ну, если бы я была, там, мужчиной, а еще лучше, там, мужчиной лет за 40, тогда бы что-то, возможно, быстрее какие-то процессы произошли. Но в то же время, да, я вижу, что есть еще много, допустим, вот, когда я работала со студентами, я периодически преподаю, там, да, и для MBA, и для магистров, и вот в наших широтах все-таки есть девушки, которые, ну, вот, которые имеют классный потенциал, интеллект, там, не знаю, способности и так далее, но у них не хватает какой-то, там, не знаю, уверенности или, возможно, еще, ну, по крайней мере, в нашей стране я вижу, что есть еще стереотипы относительно того, что женщина, вот, она должна, там, наружать детей, и, как бы, вот, в принципе, вот тогда у нее жизнь сложилась. А вот эти все карьерные успехи, там, продажи каких-то компаний, экзит и венчурный фонд, это, ну, такое, оно, как бы, приложится. Главное, чтобы муж был хороший. Ну, такие истории, они еще есть. Они не вот в этом пузыре venture capital и tech, да, в котором мы, как бы, работаем и каждый день общаемся. Но они есть, допустим, когда я еду в какой-то другой город и общаюсь, там, с людьми, ну, я имею в виду другой город, там, столица, да, из вот этой вот сферы, в которой работаем. То есть, вот, все равно эта история, ну, в нашей стране я вижу, что она еще немножко остается. Поэтому, возвращаясь к вопросу относительно таких вот, ну, искусственных, да, установок, я думаю, что это делать нужно. Конечно, перегибы, это, ну, тоже не всегда хорошо, потому что какие-то манипуляции, да, начинаются вот эти истории, когда просто коллега подарил цветы в честь дня рождения без, там, каких-то мыслей, а его уже, там, уволили за то, что это какой-то harassment и так далее. Ну, наверное, это уже не сильно хорошо. Но все, что в меру, я думаю, что вполне может дать свои какие-то плоды. Интересно, Ольга, вот вы сказали, что есть девушки, там, которые менее уверены или более уверены. Вот если говорить, посмотреть на эти качества, да, через призму того вообще, какие качества, собственно, необходимы инвестору, венчурному инвестору. Может быть, нам действительно не хватает этих качеств, да, поэтому у нас так мало в этом мире. Вот, может быть, каких-то черт, которые вот делают инвестора по-настоящему успешным, нам не хватает. Что вы думаете? Вообще, какой должен быть инвестор? Интересный вопрос, спасибо. Какой должен быть инвестор? Ну, наверное, уверенность в себе, да, в какой-то такой, опять-таки, адекватной степени, это важное качество для, в принципе, многих людей, для всех, там, независимо от инвестиционной сферы или нет. Да, наверное, если говорить о венчурных инвестициях, то в одну из первых очередей мы говорим о, наверное, аналитическом складе ума, какой-то вот, скажем так, как это curiosity, то есть желание интересоваться вот всеми новинками, да, то есть мы уже упоминали там тот же Clubhouse и так далее, да, то есть все эти новинки, они появляются вот буквально там каждый день, ты поедешь, ну, раньше ты поедешь, сейчас ты онлайн пойдешь на конференцию какую-то, да, и там миллион всего, и если ты как бы из этого выпадаешь, то довольно сложно следить даже вот по своей нише, там, по своему фокусу, собственно, куда же инвестировать, да, то есть сложнее делать этот отбор и, в принципе, находить классные компании в своем пайплане и формировать его, да, поскольку классные компании, они разбираются в первую очередь, то есть, наверное, вот я бы назвала это, может быть, curiously, может быть, не совсем я верно слово подобрала, но вот вот как-то желание интересоваться и быть такой up-to-date. Я думаю, что Ая вот... Да, Ая наполняет. Ну, да, вот у меня я больше даже про процесс, в основном, когда инвесторы говорят, вот, больше акцент ставится на вот этот пайплайн, набор проектов, да, в свой портфель и так далее. Но на самом деле самая сложная часть – это выходы, обеспечение вот этих выходов. И это всегда такая вот bumpy road, она называется на английском, то есть это постоянные какие-то взлеты и падения. И вот эти падения, что я, например, заметила и что я могу применять вот этим, с подходом гендерного отличия, что все-таки женщина воспринимается матерью, да, и мужчинами, и женщинами-фаундерами. И я выполняю неплохую роль в том, когда возникают конфликты или возникают какие-то проблемы, потому что сам вот этот образ, он формируется, что не надо защищаться, что как бы ты можешь, ну, уже показаться, например, и в слабом в каком-то моменте, да, но вот выпустить этот пар. И это для фаундеров, это очень-очень важно, чтобы у них был инвестор, который не будет требовать постоянно, требовать, 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 а вот как бы подставит плечо в какой-то момент и, ну, как бы даст помощь. И в этом случае образ женщины, да, который несет от материнства, уже заложено в любой женщине, да, он, наверное, помогает, ну, мне так кажется. Очень интересно, да, очень интересный взгляд. Ну, я, может быть, от себя добавлю еще тоже на ходу сейчас, думаю, потому что, ну, вопрос действительно пришел неожиданно, оттолкнувшись вот от Ольгиного высказывания, потому что какие-то, видимо, барьеры есть. Ну, вот венчурный как раз инвестор, в отличие, может быть, от другого типа инвесторов, все-таки должен быть готов к риску, да, он должен быть готов рисковать. И риску в таком понимании, может быть, даже не столько риску, сколько готовности сделать решение нестандартное, принять нестандартное решение, которое бы отличалось от мнения всех остальных. Ведь именно мы знаем, что очень часто именно такие решения приходят, приводят к успеху, да, потому что если мы все думаем одинаково, то, как правило, это какая-то average компания, которая, ну, не будет так плохая, не будет так хорошая, не принесет вот того золотого, да, яйца фонду. И, может быть, может быть, вот как Ая привела пример с матерью, может быть, женщина все-таки склонна менее к риску, да, вот в каких-то таких ситуациях. Тоже где-то натурально, может быть, это заложено, опять же, инстинкт материнства, сохранение, да, вот может быть, это я уже так немножко начинаю оправдывать мужчин. Интересно, да. Ну, хорошо, давайте, может быть, поговорим о бизнесе. Прошлый год, ну, тяжелый, естественно, для всех тяжелый, хотя, наверное, если говорить о стартах мире, очень по-разному, да, и в том числе, конечно, по-разному в зависимости от того, какая стартовая позиция была у каждого фонда там, и, например, кто-то, может быть, в конце, там, 19-го только поднял фонд, да, и вот имел возможность так спокойно наблюдать за тем, что происходит. Кто-то, в зависимости от того, какой уже сложился портфель, где-то действительно оказался в сложной ситуации. Вот если говорить о вас лично, каким был этот год для вас с точки зрения бизнеса, какие инвестиции, может быть, интересные вы сделали или видели, что произошло интересного, или, может быть, какого-то такого челленджа для вас, проблемного. Аня, давайте с вас начнем. Ну, за счет того, что у нас, конечно, такой нацеленный портфель, да, состоящий из B2C-стартапов, то B2C во время пандемии, смотря какая индустрия, конечно, ну, например, у нас есть AdTech-компании, да, которые замечательно себя чувствуют и смогли во время 2020 года поднять еще и неплохие раунды и показать очень хороший рост аудитории и монетизацию. В том числе у нас были и стартапы из туристического сектора, которые, ну, по сути дела, это, ну, вот все. По-разному, но в основном хочется, конечно, высказать всем нашим фаундерам, что они все держались полоцами, и даже в тех индустриях у нас, например, в компании, в портфеле есть Bolt, это такой европейский Uber, скажем так, я не знаю, он в Минске, по-моему, Bolt и есть, в Украине, по-моему, тоже они присутствуют, но они смогли в том числе использовать и запустить различные там food delivery, да, и так далее, чтобы диверсифицировать вот эти риски. То есть как-то все-таки переломить ситуацию в свою сторону. И мы, как инвесторы, тоже за счет того, что мы выбираем B2C продукты, они более-менее, ну, как бы себя нормально чувствуют сегодня, вот во время пандемии, когда как раз-таки технологии были готовы, это люди не готовы были перейти, учиться в онлайне, закупаться в онлайне, да, и делать кучу разных вещей, оказывается, в онлайне, а технологии уже давно доступны, поэтому как бы вот в нашем направлении мы чувствуем более-менее себя приятно. Ну, вы какие-то инвестиции делали в прошлом году? Мы делали, да, мы сделали одну инвестицию немножко не по нашей сфере, но с прицелом на будущее, как бы такое развитие, может быть, они пойдут в развитие каких-то комьюнити и так далее. И мы сделали еще в один маркетплейс, такой больше как продажа секонд-хенд одежды, сейчас тоже sustainability, это моды, это тренд, продажа вот подержанной одежды через онлайн сервис. Новый винтед. Да, типа винтед вот в Скандинавии, у них неплохо идут дела, ребята молодцы, хорошие, но тренд, конечно, на синдицирование сделок определенно есть, то есть, как бы, если там, когда мы начинали, обычно мы были лиды, единственный инвестор, то сейчас мы и сами очень хотим, как бы, взять в компанию еще каких-то инвесторов, потому что, ну, сейчас нету чистых, например, социальных сетей, да, это всегда что-то такой микс там и коммерции, да, и комьюнити, например, поэтому нам нужен, чтобы у нас был тоже партнер, который знал бы в этой индустрии что-то. Интересно. Вот, ну, все происходит. Как у вас сложился год? Ну, год точно странный. В итоге, я думаю, он был весьма продуктивный, да, то есть первые месяцы, да, гранул, локдаун, пандемия, и все были точно не готовы, да, хотя вот, я хорошо подметила, что технологии-то давно уже есть, но вот мы все, наверное, не готовы были к такому масштабу, да, к таким ограничениям, что ты не можешь буквально там поехать даже в какое-то ближайшее место и встретиться с людьми, и вот это вот все. Вот, поэтому первый месяц, наверное, месяц-полтора было какое-то такое не совсем понимание, что с этим всем делать и сколько это все продлится, то есть, наверное, было какое-то такое, ну, не затишье там в плане, да, что, ну, мы там сейчас поспим, отоспимся, дальше происходит все, все будет хорошо, а более такое, как наблюдение, да, понять, что происходит, как себя чувствуют портфельные компании, как им можно помочь, и вот первый месяц это было, наверное, больше, там, у многих наших членов, да, поддержка, там, да, своих компаний, которые требуют какой-то поддержки, да, то есть то ли это какие-то секторы, которые связаны с, да, там, travel, да, то есть то, что вот во время пандемии было заблокировано, и до сих пор какой-то остается в проблеме, или же там с гостиничным бизнесом, что-то такие какие-то вещи, вот, и вторая группа компаний, это те, которые были не связаны с вот этими индустриями, которых подкосила пандемия, но у них были там то ли поставки какие-то, да, из Китая, то есть какие-то производственные линии, вот что-то такое, что затрагивает кроссбордеров, или же какие-то стратегические переговоры, которые также требуют личного присутствия, потому, ну, то есть какие-то крупные клиенты, с которыми так вот, ну, по Zoom тогда еще, ну, не сразу договоришься, вот, то есть первый фокус был такой, это спасение тех, кто уже с тобой в лодке, да, то есть портфельных компаний, вот, дальше уже все немножечко так огляделись по сторонам, поняли, что ждать ничего особо не приходится, все еще непонимание, как это все будет, ну, дальше, да, Facebook, Google и так далее объявили, что они пожизненно уже разрешают людям сидеть дома, да, или Питер, ну, в общем, какие-то большие гиганты, да, и все так поняли, ну, ладно, значит, можно видеть только половину фаундера и давать ему деньги, вот, ну, и тогда уже, да, больше как-то так все, ну, не то чтобы расслабились, но взяли в оборот вот эту новую волну и поняли, что, да, окей. И, наверное, на этом этапе, опять-таки, пришло понимание к фаундерам и к инвесторам, да, что важно устанавливать отношения между людьми, да, поскольку, ну, в первую очередь, наверное, для фаундера, да, это было важно, поскольку, если у них уже были какие-то такие отношения, ну, более-менее теплые или хотя бы там одна-две встречи до пандемии, да, с инвестором, то есть какие-то такие знакомства были заведены, ну, в бизнес-плоскости, я имею в виду, то потом уже было, конечно, гораздо проще поднять капитал, потому что они уже были знакомы, уже было какое-то первое хорошее впечатление, да, возможно, там несколько лет за ними следили. То есть я думаю, что вот эта ситуация, она больше подчеркнула важность установления адекватных отношений, что, в общем-то, один из таких ключевых моментов венчурной индустрии, да, потому что фаундеры создают одни компании, продают, создают другие, становятся инвесторами, и вот все эти отношения, они, ну, бизнес, я имею в виду, они остаются. Да, то есть какие-то секторы, да, перефокус ушел в какие-то сферы, то есть, ну, всем известно, там, это healthcare tech, какой-то entertainment, такие вот индустрии с хорошим tech, типа, там, deep tech, да, artificial challenges, ну, то есть все вот эти вот buzzwords, которые я сейчас называю, очевидно, да, они стали такими интересными, и, конечно, в первый момент выиграли инвесторы, у кого в портфеле было большинство вот компаний именно из этой сферы. Ну, у нас, наверное, на украинском рынке такой одной из знаковых компаний стали Reface app, да, вот, которые подставляют лицо твое вот вообще в любые видеоролики вместо любых актеров, певцов и так далее, да, ну, людям хотят немножко расслабиться, то есть вот этот entertainment, какие-то игры и спорт, они вот тоже в какой-то степени взлетели стали такими интересными историями, вот, как-то, какие-то такие вот изменения произошли, и я думаю, сейчас наступает какая-то волна, когда людям уже, вот я смотрю по нашим членам, уже очень хочется всем вживую встречаться, уже хочется какие-то там мероприятия делать не только онлайн, но и оффлайн, да, там какие-то, не знаю, от гольф-клубов, да еще чего-то, потому что вот это вот Zoom fatigue, да, вот эта усталость, она все-таки нагребает, я даже по себе чувствую, да, в какой-то момент я прям даже радовалась, думаю, наконец-то мой стиль жизни назвали пандемией. Ну, сейчас уже смотрю, что хочется все-таки на какие-то живые встречи, я сейчас нахожусь не в Украине, в Украине у нас там, смотрю, вообще просто какой-то карнавал, там не слышали про пандемию, последние лет у меня сейчас в Италии, здесь, конечно, строгий локдаун, и я не видела людей как бы из своей сферы уже, ну, полгода, вот, поэтому есть немножечко такое ощущение. Да, очень интересно, Ольга, я вот соглашусь с вами, у меня тоже не сильно изменила свой образ жизни, да, как в Zoom сидела и там на других всяких платформах так и продолжает, да, в этом смысле мало что изменилось, но для нашего фонда, вообще для нашей страны, наверное, скажу, что время было тоже этот год очень сложный, и, конечно, в первую очередь, потому что мы прошли через волну кризисов, мы начали с пандемии, как и все, наверное, да, ну и тут сразу пришел социально-политический кризис, и, безусловно, вы, наверное, знаете, что очень многие IT-специалисты покинули Беларусь, очень многие стартапы задумывались о релокации, и до сих пор, к сожалению, эта ситуация продолжается, очень многие думают о переезде, и, конечно, в этой ситуации работать было очень сложно, и мы, в общем-то, продолжаем находиться, продолжаем находиться в такой ситуации неопределенности, но, тем не менее, мы не останавливаем бизнес, мы сделали даже несколько инвестиций в прошлом году, вот тоже у нас, к сожалению, ну, не знаю, к сожалению или к счастью пока, потому что пандемия, видимо, когда-то закончится, у нас тоже был один портфельный стартап, и есть он в travel индустрии, 80 Days, это стартап, который обеспечивает перелеты по заданному маршруту между разными городами, и очень интересная концепция, новая была, и вот как раз в начале прошлого года они очень хорошо росли, просто вот активно росли, и тут пришла пандемия, и, конечно, да, компания сейчас нелегкие времена переживает, но вот интересно, что вот мое убеждение, что вот это время придет, да, вот как Ольга сказала, что все соскучились там по оффлайн-встречам, точно так же могу сказать, что все соскучились по путешествиям, да, вот я, например, ну, не знаю, мне трудно делать какой-то прогноз, но все-таки я смотрю с оптимизмом вот в сторону таких стартапов, потому что мне кажется, что в определенный момент времени наоборот будет некий бум, да, взрыв, потому что все настолько соскучатся, потому что натурально для человека, да, вот это natural curiosity, да, узнавать новое, ездить, ну, просто даже на отдых ездить и так далее, и мне кажется, в определенный момент, не знаю, когда, но наступит вот этот бум путешествий, и будут востребованы различные стартапы в этой сфере, вот что вы думаете вообще, какие тренды будут, потому что мы называли, мы понимаем, что этот год изменил, действительно, ну, наверное, как Ая сказала, многие технологии были готовы, но общество изменилось, да, общество было не готово, и, в общем-то, спрос изменился, соответственно, на эти продукты, да, и на все, что, собственно, является реминтом, все, любой, любой, любая жизнедеятельность, да, вот развлечений там до работы. Но вот если посмотреть немножко вперед, какие, может быть, вы назовете тренды, что будет в такой период постпандемии, вообще, будет ли этот период постпандемии когда-то, когда он наступит, что будет у вас требовано? Аня, что вы думаете? Ой, мне сложно, вот у меня нету такого ощущения, что это будет прям вот сразу как-то, мне кажется, что если это будет, это будет очень-очень постепенно, и вот как такового бума, особенно в тревеле, вот как-то, но я буду рада и счастлива, если я ошибаюсь, конечно же. А так, на скидку, мне кажется, что большое развитие получит AdTech, да, потому что все-таки вот это фундаментальное образование, им пришлось очень сильно за этот год поменяться и как бы перестроиться. Они были вынуждены, хотя я думаю, что это не планировалось. И многие родители... Не все перестроились еще. Не все перестроились, да, в том числе. И многие родители, я думаю, что почувствовали, что, например, так называемый хоумскулинг, в принципе, может и такая штука нормальная, если ты обложишь себя какими-то инструментами. Но если говорить про индустрию венчурного инвестирования, да, то здесь тоже есть определенные такие интересные тренды, которые возникли именно во времена пандемии, как, например, так называемые спаки. Я не знаю, вы, наверное, тоже с этим сталкивались, с этим зверем, который, по сути дела, для... Ну, мне, опять говоря про себя, мы работаем все-таки в таком еще развивающейся индустрии, а такие нововведения, они идут уже с рынков, которые матерые, да, уже развитые такие, и эти инструменты, они зачастую вызывают удивление. Но я думаю, что вот эти спаки, да, Special Purpose Acquisition Companies... Сейчас все об этом говорят, это... Да, они, я думаю, что сделают какие-то, внесут свои изменения в индустрию венчурных инвестиций. Но это скорее американская история. Вот в Европе... Это американская история, однозначно, у них очень сильно развиты как бы публичные рынки, да, то есть у них это очень легко, и любая компания в конце концов приходится, да, туда. Но это в том числе и означает, что те, так называемые LPs и инвесторы, которые инвестируют в венчурный капитал, они уже будут рассматривать инвестиции в альтернативные, да, через спаки в какие-то компании. То есть, ну, тут тоже будет какой-то, мне кажется, конкуренция между вот этими игроками. И я тоже еще один из трендов, который вот хотел рассказать, упомянуть, опять-таки, в контексте вот этой инклюзивности, да, и диверсификации, и того, что нам нужно думать про вот эти майноритис, да, меньшинства. Что Оля уже упоминала, Гарвард Бизнес Ревью, в том числе, значит, они, проводя вот эти исследования, увидели, что есть некоторые фонды, которые практикуют так называемый data approach, да, к формированию своего пайплайна и портфеля. То есть, у них как такового питчинга, да, нет вообще. Они берут сухие данные. И вот они сказали, что у них женщины-фондеры поднимают, составляют порядка 40% портфеля. Когда как те, кто питчат, да, обычно традиционным инвесторам, ну, это где-то около в районе 3% в 2018 году было, да. То есть, значительная разница. И я думаю, что тренд на вот такую, немного другой подход в плане оценки инвестиций, он тоже будет. Он будет больше такой какой-то стандартизированный. Потому что уже есть, я встречала несколько фондов, которые практикуют это и очень успешно, да. Они не разговаривают с фаундерами, не делают какие-то питчинг-компетишнс. Они просто просят заполнять и уже, имея какую-то в том числе основанную на этой Artificial Intelligence, да, как бы технологиях, они как бы делают свои, формируют свои портфели. То есть, мне кажется, это тоже такой будет интересный тренд. Очень интересно. Ольга, вы какие бы тренды могли отметить? Я хотела вначале прокомментировать интересное исследование. Спасибо, что поделились, Ая. Классно. Это вот мне напомнило, мне кажется, это оттуда идет, книга Дэниела Фанемана «Думай, медленно, решай быстро», вот «Thinking fast and slow». Он является Нобелевским лауреатом. И он как раз писал о такой штуке, когда преподаватель или кто-то, кто проверяет тестовые задания, советует не смотреть на имена этих студентов или кто, тестирующиеся кандидаты, и проверять именно задания. Причем брать задания, допустим, 5 заданий каких-то было. И сначала проверять первое задание в каждой работе, в каждой 20 работ, потом брать второе и проверять. Потому что если ты проверяешь одно, и ты видишь, что человек три классно сделал, то автоматически ты думаешь, что два остальных вопроса он тоже хорошо написал и с ними справился. Или же, допустим, наоборот, вот как-то или почерк там не тот, или плохо, когда человек там пишет все это дело, и он, значит, автоматически делает вывод, что дальше там тоже пошла всякая ерунда, и, ну, наверное, я ему поставлю там оценочку пониже. И вот здесь тоже какой-то, получается, похожий подход, то есть слепую, да, и оценивать, оценивать фаундеров. Интересно. Возвращаясь к вопросу относительно того, что в будущем, у меня две мысли по поводу этого в этом контексте, да, который вряд ли, конечно, ответит на ваш вопрос. Ну, интересно пообсуждать. Первая такая более философская мысль, это относительно того, что мы все соскучились за тревелом, и сейчас он немножечко так заглох. И это очень грустно. И у меня такие мысли, что это как-то вот вся ситуация с пандемией была нам как-то дана. Я не особо сторонник каких-то теорий заговора или там высших сил, но она немножечко откатила нас всех людей, да, в момент, когда путешествия еще были какой-то такой, ну, скажем, такой неизысканностью, ну, редкостью, да, то есть какой-то момент, да, ну, я имею в виду для нас, когда какое-то посоветское пространство, путешествие за границей, это было чем-то таким, ну, типа, вау. Ну, сейчас все тревел-блогеры поехать куда-то, там, да, в командировку в три раза из страны за одну неделю, это, в принципе, не составляет большую проблему. Ну, не для всех, опять-таки, но количество таких людей очень-очень сильно выросло. И вот сейчас эта ситуация, она опять откатила, потому что сейчас, в принципе, поехать куда-то, там, допустим, за границу в Америку, а иногда даже просто вот из Украины в Европу или наоборот, ну, нужно там в три раза больше, наверное, и финансовых денег, и в три раза больше времени, да, поскольку есть карантин, есть тесты, надо какой-то период там просидеть, еще что-то. То есть это все, ну, остановило вот нас как тревел-блогеров, ну, я утрируя говорю, и мы как-то вернулись на, там, не знаю, 7-10 лет назад или сколько-то. Вот очень интересно, мне кажется, технологии как-то здесь нам помогут вернуться в какое-то такое, не вернуться, но какой-то достичь какого-то такого промежуточного состояния, но я не думаю, что это будет очень быстро, поскольку вот тоже согласна с Аей, что, ну, как-то не видно пока, что вот прям завтра мы проснемся и все изменится. Это первая мысль. А вторая мысль, мне кажется, что большее влияние будут иметь цели, вот как-то, SDG, да, то есть цели социального развития, вот ООН, который, да, то есть при выборе компании как объектах инвестирования, мне кажется, вот эти все проблемы, которые возникли, да, то есть это вся, там, пандемия, изменение климата, вот эти все связанные друг с другом процессы, они mental health, да, тут же самое, да, ментальное здоровье, какие-то физические активности, нам всем не хватает спорта, я думаю, что очень много из нас там почувствовали или боль в спине, или другие цифры на весах, и, ну, это становится очень такой большой, как бы, ну, может, не проблемой, но типа особенностью, вот. И это все приводит к тому, что импакт инвестирования будет еще более важным становиться, ну, или, по крайней мере, мне так хочется, хочется думать, что какое-то там время, через, не знаю, 15-20 лет в основном вечеринвестиции, это будут все-таки про импакт в первую очередь. Да, спасибо большое, очень интересно. Со своей стороны, мне хочется еще вот продолжить мысль Айи, вы называли как тренд, да, еще раньше в нашем разговоре синдицированной сделки, да, и сотрудничество такое. Мне кажется, что вот пандемия в этом смысле несколько изменила действительно подход к инвестициям и в целом конкурентную среду. Если раньше, ну, такое неписанное правило было, да, что фонд инвестирует в компанию, ну, там, в часе или двух доступа, да, до стартапа, перелет это или там еще на машине, может быть, из одной страны в Европе можно в другую переехать за два часа. Да, и вот инвестор якобы должен был бы иметь возможность, должен был иметь возможность вот такого личного контакта с фаундером, да, это такое вот негласное правило существовало. Сегодня же, на мой взгляд, ну, действительно, это, с одной стороны, преимущество для восточноевропейских фаундеров, да, очень многие американские инвесторы посмотрели по-другому на регион в целом европейский, но и другие регионы, которые находятся за пределами Америки, да, как на возможность. И, с одной стороны, конечно, это повышает конкуренцию, то есть, если раньше, там, в определенном регионе или стране работали региональные фонды, да, и фактически весь пайплайн шел к ним, то сегодня у фаундеров есть абсолютно разные возможности коммуникации и доступа к разным инвесторам. С другой стороны, это повышает конкуренцию и стартапов тоже, то есть, у инвесторов абсолютно точно так же есть доступ к фаундерам из разных регионов. И вот эта конкуренция, наверное, в том числе и порождает, вот, как Ая сказала, ну, необходимость в каких-то случаях сотрудничества, да, фонды начинают сотрудничать, чтобы инвестировать вместе. Может быть, не только конкуренция является, естественно, первопричиной вот такого сотрудничества, но в том числе и это. Мне кажется, что сегодня мы живем в таком интересном мире инвестиций, фактически в мире без границ, когда любая компания из любой точки мира может получить любые инвестиции любого инвестора, любого фонда, я имею в виду, ну, с географической точки зрения. Вот. И мне кажется, это тоже интересный тренд, возможно, он продолжится. И мне кажется, что вряд ли вот мы вернемся вот в то неписанное правило, о котором я упоминала, что инвестор будет смотреть только вот в своем огороде, что называется. Вот. И интересно, на примере акселератора Техминс, нашего акселератора, мы в прошлом году впервые, ну, вынуденно провели программу онлайн. И вот, кстати говоря, буквально скоро в конце марта начинаем новую программу, новый бэдж тоже, естественно, он пройдет онлайн. Еще есть буквально несколько дней для того, чтобы стартапы могли подать те, кто не успел финальную заявку, поэтому приглашаю всех. Но вот в связи с этим хотела отметить интересный тренд. К нам тоже стали поступать заявки от стартапов, которые находятся не в Белоруссии. Это очень интересно. Мы вот в предыдущем бэдже работали со стартапами из Эстонии, из Финляндии. Да, это действительно, это возможность не только для нас, как для фонда, но и для наших фаундеров. Потому что одно дело, когда ты варишься в своем соку, да, и фактически, ну, Беларусь маленькая страна, да, и все основатели знают друг друга. И когда у тебя есть возможность в рамках одного акселератора, одного бэджа, естественно, общаться со стартапами из разных стран, это очень интересно. Это другая среда, другой менталитет, естественно. Ну, мы, в общем-то, и до этого всегда проводили программы на английском языке. Но, знаете, вот когда все понимают и знают русский, вот так, как всегда, есть вот такая, ну, возможность, что называется, перейти на то, что легче, да. И вот этот, потому что, ну, конечно, для всех стартапов русскоязычных, безусловно, это своего рода, ну, пусть небольшой, но все-таки барьер, да, когда ты говоришь на другом языке, конечно, ребята, очень многие хорошо знают язык, и, безусловно, ну, ребята в нашем регионе все талантливые, мы понимаем, но тем не менее. А вот когда ты это делаешь натурально и естественно, просто потому что, ну, человек другого языка не понимает, да, это вот, это по-другому происходит. Вот, мне кажется, это интересный тренд, который тоже изменил и дал возможности многим стартапам и многим фондам и многим акселераторам немножко посмотреть по-другому на свой портфолио. Вот, но мы, вы знаете, справились еще неплохо, мы много трендов с вами назвали, вот синдикация, да, конкуренция повышающая, ну, и в то же время сотрудничество, да, что мы называли, спаки еще мы называли, да. А еще мы не затронули блокчейн. Ой, да, ну, мы у них сегодня... Целый класс. Это достойно отдельной тематики, это, кстати, очень интересно, да. Да, мы не поговорили про стоимость биткоина, да. Ну, я еще, знаете, в качестве надежды, может быть, обозначу один тренд, что все-таки будет больше женщин приходить в инвестиции. Хотя это действительно так, вот опять возвращаясь к статистике, несмотря на то, что женщин мало, все-таки вот тренд на увеличение есть в последние годы. И вот я очень надеюсь, что этот тренд продолжится. И вот мне хочется, знаете, чтобы он действительно продолжился, особенно в нашей стране, очень хочется услышать от вас такие, ну, может быть, советы, наставления мини, да, тем женщинам, которые только начинают свой путь в инвестициях или, может быть, еще не пришли к этому, но раздумывают, думают о том, как прийти в мир венчурных инвестиций. Вот что бы вы посоветовали таким девушкам, женщинам, которые в будущем могли бы стать успешными инвесторами? Ольга. Ой, такая ответственность. Я бы посоветовала, что если хочется, то идите. А если вы для себя этот вариант не рассматривали, то есть смысл рассмотреть. Это довольно-таки интересная индустрия, мне кажется, одна из самых, как это сказать, современных, назовем это так, да, то есть нигде, наверное, не двигается все так быстро, как в венчурных, в сфере венчурных инвестиций. Поэтому рассмотрите это как вариант, и если боялись, то вперед. И книжки читайте. Я всем советую читать книжки, потому что это полезно. Спасибо, Ая. Ну, немножко вот все-таки, значит, с этой постсоветской нашей эпохи, хотел сказать, что в нашем регионе эта индустрия тоже развивается. И она развивается вот в правильном русле для получения больших возможностей для разных людей, не обязательно для девушек, да. Если раньше фондов было мало и опыта было мало, то на сегодняшний момент это уже за плечами 20 или 10 даже лет, да, если мы говорим про венчурные, вот мы в Латвии, там первые инвестиционные фонды стали появляться лет 10 назад. То есть это уже закрыты первые фонды, и поднимаются следующие. И следующим фондам легче, менеджерам легче поднять больше фонд. Соответственно, чем больше денег они поднимают, тем больше у них есть возможность нанять каких-то помощников. Соответственно, партнеров может становиться больше, может, так называемых associates, да, или там junior staff, возможности просто поработать на фонд становится больше. И надо просто это использовать, надо идти на позиции, на маленькие, надо не бояться в нашем открытом мире постпандемическом, представим, что границы откроются, да, не бояться уезжать, и пока ты молодой, получать этот опыт даже в маленьких фондах, но в каких-то там таких хабах, как Берлин или Лондон, или даже в Америке, а почему бы и нет. И вот этот опыт перевозить к себе. Спасибо, очень интересно. Я вообще в целом, ну, действительно, как и обещала, дискуссия получилась интересной. У меня для вас заготовлен финальный такой мини-блиц. Буквально я назову, я буду называть два слова и попрошу вас согласиться с одним из них, назвав вот то или иное слово, которое ближе вам подобно. Это буквально несколько, несколько интересных вопросов, поэтому вот кто первый готов, так и отвечайте. Итак, первый вопрос. Карьера или семья? Семья. И то и другое. Ну, я тоже, я, как бы, конечно, я буду ставить семью, естественно, детей особенно, да, как бы, но я всегда стараюсь найти вот этот баланс. Второй вопрос. Изменения или стабильность? Изменения, однозначно. Ольга? Изменения. Я когда-то в салоне красоты красила волосы, и висела реклама краски, это очень странная история, я знаю, но она в тему. Висела реклама краски, ну, краска для волос, и там был девиз, вот я запомнила, лет на 15, наверное, там написано было, что только изменяясь, мы остаемся верными себе, поэтому изменения. Супер, согласна. Третий вопрос. Деньги или любовь? Любовь. Любовь. Жилу отказываемся от денег, подумав, вот мозг инвестора, да. Ну, тут же опять можно, да, как бы, это привести все равно, вот ты любишь то дело, чем занимаешься, и деньги обязательно тебе придут. Вот, точно, да, кстати, хорошо. Ну и финальный вопрос. Свобода или безопасность? Я вот точно поняла за вот эту пандемию, что я очень свободолюбивый человек. Спасибо, Ольга. Вот, наверное, самый сложный вопрос. Напоследок. Наверное, наверное, все же свобода, поскольку, опять-таки, да, она как бы может привести к какой-то безопасности также. Наверное, наверное, свобода. Татьяна, а вот вы, особенно после того, что пережили вот в этом двадцатом году, как для вас? Свобода или безопасность? Мне кажется, в вашем случае это еще больше такой важный выбор. Да, согласна. Мне кажется, для белорусов, вообще белорусы, мне кажется, сделали свой выбор. Я, может быть, сейчас говорю за всех немножко так, свои полномочия прикрашиваю. Но на моем личном примере, безусловно, мой выбор – это свобода. Конечно. Только свободный человек может творить, только свободный человек может достигать любых высот, может делать то, что ему нравится, то, что ему хочется. Безопасность, конечно, важна. Мы живем в мире, в котором важно чувствовать себя действительно огражденным от проблем. И для этого действительно, может быть, государство как раз и должно выполнять эти некие функции, чтобы мы вообще не задумывались об этой проблеме. Чтобы мы не задумывались, находимся мы в опасности или нет. Но вот этого чувства, в принципе, не должно быть. А вот чувство свободы, оно должно быть. Оно должно быть всегда. Потому что это чувство окрыляет. Оно дает просто новые возможности. Оно раскрывает каждого из нас. И, конечно, делает мир лучше в конечном итоге. Поэтому мой выбор абсолютно и безусловно свободный. Ну вот видите, я полностью согласна с тем, что вы сказали. Но мои первые мысли были о свободе и безопасности немножко в другом контексте. То есть в контексте безопасности, в контексте вот этой пандемии. И моя семья столкнулась с какими-то трагическими событиями в связи с пандемией. И поэтому мои первые мысли, что окей, я лучше посижу дома, я лучше буду одевать вот так вот 500 масок, лишь бы была безопасность у моих близких. То есть у меня как бы с другой позиции, поэтому у меня и было замешательство, к примеру. Но если рассматривать смирение какое-то и свободу, то тут как бы однозначно. Такое маленькое пояснение, что у меня есть разные позиции. Ну вот интересно, да, это очень интересно. Но на мой взгляд это не противоречит, потому что любая свобода подразумевает ответственность. И вот в случае с пандемией, которую вы привели как пример, мне кажется, свобода каждого из нас в том, чтобы быть ответственным и не наносить вред своим близким. И это тоже свобода, да. Для меня это свободное решение быть дома тогда, когда я могу... Или там надевать маску, или, я не знаю, соблюдать некие меры предосторожности. Потому что совершенно верно, у меня есть родные и близкие, или там незнакомые мне люди, которым, не дай бог, я, если вдруг я там заражена, могу навредить и так далее. Но это вопрос тоже нашей внутренней свободы. Поэтому я не вижу здесь противоречий. Хотя, безусловно, я тоже, как и вы, в случае с пандемией отношусь очень ответственно. И считаю, что это очень важно, да, соблюдать вот эти границы, личные границы каждого. Спасибо огромное вам. Мы заканчиваем, мне кажется, на еще более интересной ноте, чем начинали. От мира венчурных инвестиций мы ушли в некий мир ценностей, да, что тоже, мне кажется, очень важно, потому что, вот, чтобы понять лучше, какие мы принимаем инвестиционные решения, и вообще решения по жизни, мне кажется, важно понимать, какими ценностями мы руководствуемся в конечном итоге. И это очень важно знать и стартапам, которые к нам обращаются, разделяем ли мы единые ценности. Ну, и всем, мне кажется, всем, с кем мы сотрудничаем, работаем, дружим, общаемся и так далее. Спасибо вам огромное. Было очень интересно с вами. Ну, с вашего позволения, я заканчиваю сегодняшнее интервью в рамках цикла эфиров Women IT Week, женщины в технологиях, которые проходят на этой неделе в Имагуру при поддержке агентства UCID, агентства Соединенных Штатов по международному развитию. Спасибо большое всем слушателям Имагуру. Следите за нами на наших площадках, Facebook, на YouTube, на канале YouTube. И присоединяйтесь завтра к новому эфиру в рамках того же цикла Women IT Week. Следите уже за нами в Clubhouse, нашумевшим Clubhouse. Будем говорить там. Еще раз благодарю моих собеседниц. Спасибо огромное. Я просто получила наслаждение и, общаясь с вами, хочу пожелать, чтобы все вот такие плохие истории, связанные с этим сложным годом, закончились, чтобы, в принципе, их не было. И чтобы вы получали удовольствие от того, что вы делаете, чтобы вы могли реализовывать свой потенциал. И он огромный у каждой из вас. И просто удачи и успехов в том, что вы делаете. И хорошего вечера всем нашим слушателям и друзьям. Пока.